И теперь подробнее. Одним долгостроем в регионе стало меньше. Сегодня состоялось открытие терапевтического корпуса областной клинической больницы номер один. Его возведение началось еще два десятка лет назад, но было заморожено из-за нехватки денег. Последние годы строительство корпуса возобновилось и финансирование шло из федерального и регионального бюджетов. О том, какими возможностями теперь обладает новый корпус и может ли он соперничать с европейскими клиниками в материале Людмилы Кухаревой. Этот терапевтический корпус из-за разряда долгостроев. С момента закладки первого камня до окончания работ прошло 23 года, но результат превзошел все ожидания. Клиника оборудована по последнему слову науки и техники и теперь является самым современным лечебным учреждением в регионе. Очень важно, что он открывается именно здесь, в первой Волгоградской областной клинической больнице, которая во многом является первой. Первой. И вы помните о том, что в далеком 1905 году первая Волгоградская клиническая больница была открыта. Тогда она была названа в честь Александра Второго Александровской. И 105 лет – это очень богатый опыт, это возраст серьезный. И я думаю, открытие терапевтического корпуса – это радость не только для пациентов, но и, конечно, для врачей. В новой терапевтической клинике разместились отделения кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, неврологии и мощный диагностический корпус. Компьютерная и магниторезонансная томография, а также современные лаборатории, значительно расширят возможности обследования больных. У меня переполняет чувство, знаете, радости. Вы бы видели наших сотрудников, которые получали новое современное оборудование, они бы получали со слезами на глазах. Я очень рада, что вот это событие, вот в этот кризисный год здравоохранение Волгоградской области развивается, продвигается, и будут другие новые корпуса и новые больницы открываться в Волгоградской области. И люди будут получать достойную медицинскую помощь. Теперь медицинское обслуживание выйдет на более высокий уровень и может уверенно соперничать с европейскими странами, отмечают врачи. Повысятся и качество подготовки студентов. На базе терапевтического корпуса функционирует кафедра диагностики болезней Волгоградского медуниверситета. Если мы вам покажем наши учебные комнаты, это действительно по современному, по европейскому, по мировому уровню оборудованная учебная комната. Поэтому, естественно, учебный процесс, ну, качество учебного процесса возрастет в несколько раз. Во-вторых, вы сами видите, насколько великолепно технически оснащен данный корпус. Мы имеем все необходимое для того, чтобы оказывать самое современное медицинское обслуживание, оказывать медицинскую помощь, ну, любой специальности. Гастроэнтерология, кардиология, эндокринология и так далее. Новый терапевтический корпус рассчитан на 240 коек. С этого понедельника он уже принимает первых пациентов. Востребованность подразделения огромная. Ежегодно обследование и лечение здесь проходит более 7 тысяч человек. Большинство из них – жители сельских районов области.